Каким был исторический облик православного Арзамаса 18-19 веков, представить сегодня трудно. И все же возможно благодаря уникальной музейной экспозиции «Православный Арзамас». Она открылась в Арзамасской православной гимназии имени святых мучениц Веры, Надежды, Любови, Матери Их Софии и является результатом работы гимназии в рамках проекта «Православные следопыты». Подробнее о проекте в следующем сюжете. Миниатюры, макеты, уменьшенные копии зданий, городов, иногда даже стран становятся все более и более популярными. Не всегда человек может обойти с экскурсией квартал или область. Времени всегда не хватает, тем более если самых интересных зданий уже просто нет. В потоке времени унесено немало интереснейших свидетелей прошедших эпох. И особенно много среди утраченного храмов. А теперь предлагаем познакомиться вам с уникальным спасским приходом города Арзамаса. Его особенность в том, что ни одна из церквей не сохранилась до наших дней. Они находились на улице Сальникова. Сейчас это улица Карла Маркса. На месте церквей стоит памятник и сверх Карлу Марксу. Это спасский приход. Он состоял из летней церкви в честь спасения рукотворного и зимней в честь покрова Пресвятой Богородицы. Этот приход был построен в 1683 году на средство купца Сальникова, впоследствии в честь которого была названа эта улица. Уникальный проект запущен в Арзамасской православной гимназии. Экспозиция «Православный Арзамас» – это все храмовые комплексы Арзамаса, утраченные существующие 18 макетов и 38 церквей, а также уникальный большой макет исторической части города. Кроме миниатюр, на выставке представлены информационные стенды с историей строительства и разрушения храмов. Создавая макеты отдельных храмов, нам, безусловно, захотелось создать общую панораму исторической части города Арзамаса. Потому что для того, чтобы увидеть многообразие храмов и богатство нашего города, вот как раз нужно было и представить их все вместе. Поэтому вот этот вот макет – это тот макет, который передает исторический облик города Арзамаса. Макеты выполнены в масштабе 1 к 200. Основаны они на исследовательских работах гимназистов и учителей. Разные проекты создавались и развивались, эволюционировали много лет, чтобы результатом стала вот эта масштабная выставка. Благодаря этому проекту мы начали писать исследовательские работы вместе с ребятами по изучению истории создания храмов в нашем городе Арзамасе. В том числе и храмов существующих, и храмов, которые исчезли. Позднее этот проект перерос в проект православной следопыта. Проект, который реализовался на протяжении очень многих лет. Краеведением занимаются во всех школах и практически во всех классах. Разговор о родном крае – это самый простой и прямой путь показать ученикам наше общее единство – родство. Мы все отсюда, мы все соседи, почти родственники. В Арзамасской православной гимназии к этому разговору о родине, о любви, о небе теперь есть и стильное, оригинальное, наглядное пособие. Это такое вдохновение, это такое творчество, это такое духовное возрождение, это ребящая работа, дети, это результат педагогического труда. Экспозиция «Православный Арзамас» – это не просто музейная выставка, мол, приходи и смотри. Мало того, что макеты выполнены по результатам исследований, в том числе и гимназистов, так теперь эти же гимназисты проводят экскурсии по старинному Арзамасу – школьники, путеводители в пространстве и времени. Из окон нашей гимназии виден также Андреевский приход, который раньше назывался Ильинским. Ансамбль Ильинского прихода составляли храм в честь святого апостола Андрея Первозванного, Ильинская церковь и высокая трехъярусная колокольня. Проект реализован при поддержке фонда президентских грантов. Экспозиция передвижная. Предполагается, что выставка будет путешествовать по социальным, образовательным и культурным учреждениям города, чтобы как можно больше жителей могли за короткое время совершить свою собственную уникальную экскурсию в пространстве и времени по улицам старинного Арзамаса.